Мы на прошлой лекции сказали, что в геометрии чисел, помимо решеток, еще важно, как эти решетки соотносятся с телами в пространстве. И там было такое тело, которое называлось октайдр. Октайдр — это множество всех точек с координатами х1 и так далее и хn в этом медленном пространстве, у которых сумма модулей этих координат с суммой модулей чисел х1 и так далее и хn не превосходит единиц вот такой замкнутый n-мерный октайдр. Почему октайдр? Потому что в трехмерном пространстве это настоящий октайдр. Если вы возьмете три координаты, то сумма трех модулей не больше единицы можете порисовать. В трехмерном пространстве образует настоящий октайдр. Вот такую штуку. Такой октайдр. Правильный октайдр. Вот здесь вот точки, которые как раз являются вот этими е1, е2 и так далее координатные оси. Вот. И я говорил, что центрировка допустима относительно октайдра, допустима относительно октайдра, если ее пересечение с этим самым октайдром, ну давайте ОН обозначим, октайдр. Пересечение с октайдром, это ОН. Насколько тощим может быть это пересечение? Насколько маленьким? Каково, так сказать, минимальное, в принципе, пересечение этих двух множеств? Ну, скажем так, какие векторы, какие точки решетки лямда А точно лежат в октайдре? Ну, это же решетка вот такого вида... Которая положительная и меньше единиц. Нет, безусловно, такие точки лежат, но ведь таких точек может не быть в решетке лямда А могут и быть. Вот я спрашиваю, какие точки точно лежат? Безотносительно могут, не могут, точно лежат. Какие-то точки. Да? Ну, подряд единицы, единицы. Вот эти вот, вот эти. Друзья, посмотри, вот точка Е и Т, она же очевидно лежит в этом октайдре. У нее координаты нолики все, кроме одной единички. Но сложите все нолики и одну единичку. Понятно, что вы окажетесь на границе этого октайда, вершины этого октайда. Каждая вершина, это вот это, или минус вот это, то есть плюс-минус Е1 и так далее. Плюс-минус Еn, плюс-минус, это значит, что вот здесь стоит плюс-минус единица. Вот все такие точки являются вершинами нашего октайдра. Они точно лежат в нем, видите, здесь меньше ибо равно. Эти точки точно лежат в октайдре. Знаете, что еще прочно лежат в октайдре? Центр, правильно. Точка, у которой все координаты ноль. Точка, у которой все координаты ноль, центр октайдра, она есть в любой решетке, в любой. Возьмите L равное нулю, это же ценное число, и β, естественный ноль. У вас получится ноль. Ноль лежит в любой центрировке, в абсолютно любой, каким бы ни был акт. И он же, конечно, лежит внутри октайдра. Поэтому вот это пересечение, оно точно содержит внутри себя плюс-минус Е и ноль. Так вот, решетка называется допустимая относительно октайдра, если здесь точное равенство. То есть никаких лишних точек решетки внутри октайдра нету, кроме тривиальных, кроме вершин и начала координат. Эти всегда есть. Так вот, решетка допустима, если никаких других нет. Ну, я не знаю, я надеюсь, понятно. Вот, и тогда возникает вопрос. Хорошо, но если мы потребуем, чтобы решетка была допустима относительно октайдра, тогда может ли дефект принимать любые значения? Ну, то есть, понимаете, вот мы взяли этот пример вектора, так он сидит внутри октайдра, это очень легко сообразить. Эпи, неприятность. То есть, если мы к затен добавляем такой вектор, то мы не получим допустимости относительно октайдра. Помимо вот этих точек, внутри октайдра залезет еще вот такая точка. В этом горе. Может быть, это по делу, может быть, не бывает дефект в точности, равном n, если мы накладываем дополнительное ограничение на вот эти векторы a. Мы требуем, чтобы λ была допустима относительно октайдра. В этом случае может дефект принимать значение, но нет. Вот это центральный вопрос. И в прошлый раз мы обсуждали некоторую задачу, связанную с этим.